Как заявил главный санитарный врач страны Анна Попова, в результате проверки 6 тысяч школ по всей стране серьезных нарушений санитарных норм и правил не выявлено, и дети смогут сесть за партой в очном режиме. Только в трех регионах ситуация вызывает опасения, и старшеклассники могут остаться на удаленке. Чувашия в список этих регионов не входит. При этом учащиеся высшего звена студенты вузов обеспокоены рекомендацией Рособранадзора о переводе на онлайн обучение непривитых студентов. Таких в регионе довольно много. Сегодня ректоры ведущих вузов страны поддержали требование не вводить, по сути, принудительную вакцинацию. Петицию подписали в Московском государственном университете имени Ломоносова, Калужском госуниверситете, в Чувашском государственном университете имени Ильи Ульянова и других. Между тем, окончательное решение о допуске к занятиям без сертификата вакцинации не принято. В очном формате будут учиться привитые и перенесшие заболевания в течение последних шести месяцев студенты. Экзамены для вакцинированных и невакцинированных должны проходить раздельно. Кроме того, в министерстве рекомендовали требовать сертификаты о вакцинации, справки о перенесенной болезни или медотводе у тех, кто заселяется в общежитие. А прививки иностранным учащимся должны сделать за счет вузов. Мы будем определяться в зависимости от наполняемости групп с целью соблюдения требований Роспотребнадзора, которые действуют на сегодняшний момент, и руководствоваться складывающей ситуацией в регионе. Мы будем рекомендовать студентам при заселении в общежитие иметь на руках действующий ПЦР или свидетельство о вакцинации от коронавируса. Репортеры Республики спросили у самих студентов, как они относятся к необходимости обезопасить себя и окружающих от смертельной заразы при помощи прививки. Вакцинироваться я пока не планирую, но если от этого будет зависеть мое обучение, то, скорее всего, придется вакцинироваться, потому что обучение на дистанционном формате меня не устраивает. Я довольна, что я сделала прививку от коронавируса, потому что организация дистанционного обучения оставляет желать лучшего. Например, у нас в университете бывает такое, что платформа для онлайн-обучения не справляется с нагрузкой, так как очень много студентов, соответственно, пары вылетают и они срываются. Это очень плохо, техника не справляется, интернет может у кого-то подвисать, и это не очень удобно. Я надеюсь, что все-таки не будут непривитых студентов лишать очного обучения, потому что очное обучение на данный момент – это самая лучшая форма.